Приветствую вас, мои дорогие любители тёплого лампового вечера Таверни. И сегодня мы продолжим играть в замечательную игру под названием Travel Rest. Как вы помните, в прошлой серии мы почти добили себе четвёртый уровень репутации и столкнулись с проблемой касательно наших очков исследований. У нас нет зелёненького. Честно вам скажу, я не понимаю, откуда брать зелёненький. Поэтому, если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Потому что я пока не понимаю, где брать зелёненький. Может быть, он там с деревьев выпадает, или я даже не знаю. Пока что у меня не выпало ничего, поэтому давайте мы попробуем разобраться с тем, где находится зелёненький. Вот, вот, с досочки он упал зелёненький. У меня теперь есть одно зелёное очковое исследование. Я бы хотел изучить на него корнеплодик и начать засейку. Конечку, не торопясь. Я хотел заказать бочонок, я помню, для того, чтобы ускорить ферментацию. Но мне интересно на данный момент это сделать склад угля. У меня, кстати, закончился полностью уголь. Он меня печалит, понимаете? Поэтому, с вашего позволения, сейчас я пойду быстренько добуду. Необходимы мне ингредиенты для развития саверни. Ну и, возможно, можно что-то здесь собрать. Мы соберём сейчас, наверное, хмель. Горький хмель, это значит, что правильно, вы правильно подумали. Значит, пришло время варить новую порцию отборного пива. Ну и не забываем, конечно, покормить нашего котика. А то он уже как у худеньких ходит, бедолага. Долдовый ячемень поставим делаться. Здесь же мы сразу сделаем мягкое сусло. А здесь нам не хватает дрожжей и мягкого сусла. Ну, насколько мне помнится, в прошлой серии мы как раз-таки занимались закупкой его. И хотел я поблагодарить человека, который написал в комментариях о том, что, возможно, они себя так ввели, ставили мне минус к репутации из-за того, что не было света. Возможно, так оно и есть, поэтому я заказал свечей, заказал некоторые растения, дрожжи и горьких хмеля заказал. Очень, ну, не променчиво, я думаю, он в любом случае пригодится нам ещё по жизни, так сказать. Пока уж давайте мы займёмся небольшим таким украшением нашего заведения, чтобы поднять нам, так сказать, комфорт немножечко побольше. Бутылочку, наверное, мы вот так разместим красивенько в комнатную и лилию поставим в день будет здесь. Таким образом мы поднимем наш уровень комфорта. Печка у нас есть и мы их расходуем. А если я поставлю, она сразу как бы пользуется или... Да, она сразу горит, поэтому пока что мы поэкономим. И потом их разместим. Я хотел... У меня вроде бы, кстати, были семена ещё, которые я не посадил. У нас есть семена каштана, надо его посадить будет обязательно. Ну и мы пойдём заниматься, как вы уже поняли, добычей угля. Потому что он у нас закончился, начается он очень быстро. Ну, меня, по крайней мере. Потому что я им много где... Много где его использую, поэтому он так быстро и кончается. Но ничего страшного. Сейчас мы быстренько его добудем. Определённое количество минут. Нужно где-то 15 единиц, я видел. Для создания склада угля. Он позволит мне в дальнейшем будущем экономить весь уголь. В том плане, что после его постройки будет тратиться на одно топливо меньше. Что позволит мне в дальней дистанции выиграть довольно-таки существенное преимущество по экономленному углю. Ну, это кажется, я так думаю. А так сейчас будем всё пробовать, смотреть. Я бы хотел ещё сделать на самом деле кузню. Чтобы посмотреть, какие интересные приколюхи она открывает. Здесь у нас медь. Медь пока нас не интересует. Здесь у нас железо и медь. А угля? Уголь вот здесь у нас, да, внизу. Сейчас, значит, мы быстренько туда сходим. И возьмём его. Какой-то мост ещё. Наверное, в будущем он можно будет восстановить. Или он сам откроется. Пока непонятно. В любом случае, мы здесь заугулем. Денег у нас маловастенько, конечно. Репутация почти четвёртый уровень. Меня очень сильно радует. И у нас сейчас ровно 17 угля. Что позволит мне сделать хотя бы один склад с углём. В будущем я постараюсь взять их побольше. И, скорее всего, мне, кстати, непонятно, где он ставится. Ставится ли он только, допустим, рядом с нашей ловильней. Или же его можно будет разместить в других местах. В любом случае, давайте мы его сделаем. И будем копить дерево на бочечку. Пойдём немножко порубимся. Потому что нам дерево нужно. Да и... Дрова нам пригодятся, на самом деле. Скажу вам честно. А потом, ближе к вечеру, я думаю, откроем уже трактир. Непосредственно. И будем им заниматься. Возьмём уровень. Если у меня саженец появился, давайте его сразу высадим. Ну что, рубить деревья плохо. Не знаю, сколько мне хватит дерева. Но я думаю, это такой ресурс, которого много не бывает. Поэтому давайте постараемся добыть как можно больше. Пока есть вот такая возможность у нас. Может, дальше может и не быть такой возможности. Здесь я это не могу зарубить, к сожалению. Это часть дизайна игрового. Ну ладно. Какой-то процент древесин у нас уже имеется. Давайте закажем ещё побольше. И потом, наверное, мы закажем уже непосредственно... Пусть днём, мне было бы интересно посмотреть. Дубовая бочка. Дубовая бочка меня ещё интересует. Ну и... Ну это понятно, бочонок. Меня интересует дубовая бочка. Чтобы можно было бродить. Потому что всё хмельное. Здесь не хватает нам, я вижу, непосредственно как раз таки топлива. Но как топливо будем использовать уголь. Но нам нужно ещё для этого склад уголя. Давайте мы посмотрим, где я смогу его разместить. Здесь я могу его разместить? Нет. Он, видимо, ставится только где кузня, да? Давайте поставим. И нам это позволит чуть-чуть выиграть как раз таки топлива. Несколько я видел, нужно... Сколько? Нужно пять единиц вот этих пластиночек и двадцать деревяшек ещё. Давайте закажем. А! Я сглупил. Я туда отдал. Поэтому придётся пока что... Скоростом это всё делать. Вот видите, он терпит, блядь, четырнадцать, а не пятнадцать. Ну в любом случае у меня закончилось пока что дерево. К сожалению. Потому что я сглупил. Я зачем-то сюда всё отдал. Ну в любом случае она, я думаю, пригодится нам. Канделябр. Хм. И подсвечники. Давайте сделаем два подсвечника. Мне интересно на них посмотреть. Близи, так сказать. Ну и заняться фермой было бы очень даже неплохо, на мой взгляд. Упас. Росточек есть. Давайте мы закажем ещё семена. Семена, 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 семена. Давайте ещё закажем. О, картофель. Вот что я хочу. Хочу картофеля десять штучек. Лука хочу десять штучек. Такого лука такого. И деньги мои приказали долго жить. Ну гулять так гулять. Закажем на всё, что у нас имеется. И потом это всё здесь высадим. Думаю, в будущем чуть ещё расширим. Что это наше мероприятие? Вода у нас есть. Прекрасно. Поэтому теперь можно идти и с чистой совестью, я бы сказал, заниматься непосредственно нашим трактирщиком. Открываемся и ждём гостей. Сверимся по количеству еды у нас её хватает. Посмотрим, что происходит у нас здесь. Здесь у нас всё прекрасно. Я тоже вижу. Дрожи пришли. Давайте сюда мы добавим горький хмель. Хотя... Давайте добавим яблочко. Пусть будет такой фруктовый. Да, давайте добавим сюда яблочко. Здесь мы... Нет топлива. Понятненько. Здесь тоже топлива. Нет, я вижу. К сожалению. К сожалению, топлива я вижу нет практически нигде. Давайте закажем ещё кашки. Пусть делается. А мы ждём наших людей. Хотя можно ещё пойти посмотреть, как здесь проживает наш алкоголь. Здесь он делается. Здесь его нет. Здесь он уже выдержан. Давайте мы по максимуму выдержим и посмотрим, что нам это даст. В итоге пришли люди. Очень много людей. Много желающих попить воды. Я их уважаю за их стойкость, духом. Кто не приходит в таверню пить воду за почти один серебряный. На их месте я, наверное, бы не стал потом заниматься. Но я не на их месте, поэтому как бы это их дело, их выбор. Моё дело маленькое. Приносить выпивку, убирать столы и подносить им водички. Ну и кашку давать, конечно. По идее уровень комфорта у нас поднялся, поэтому люди должны быть более довольными теоретически. Но посмотрим, как это будет работать на самом деле. Котик что-то застрял в стене. Видимо, он там комфортно, пусть сидит. Мы пока что вверх сбегаем, проведаем посредственно наш стол кухонный. И заберём кашку, которую плавненько отнесём на складе. Не забываем, конечно же, выбирать столы. И смотреть, как наши люди радостно кушают. И я здесь, кстати, нашёл прикол. Я нашёл здесь уголь. А это значит, что можно продолжить заниматься нашим благим делом. Поэтому по штучке мы закинем угольку пока что. И закажем уже производиться. Я бы ещё, наверное, сделал бы это, как называется, интересно. Непонятно, как называется устройство. Но я бы хотел дозаказать ещё себе его. Чтобы ускорить производство алкоголя. Окей. Мы пока здесь подметём. Это там котик возмущается. Он застрял, я почувствую ему. Но не надо было лазить. Во, 65 нам дали. Ещё один довольный человек. И мы, по сути, возьмём новый уровень. И будет очень даже неплохо. Уже таверра начинает напоминать что-то похожее на... Твоё название. Случайно заказа на доске объявлений. Давайте мы пока что... Хотел её отойти. Но простой люд не даёт мне это сделать. Давайте мы ненадолго отойдём. После того, как уберём столик. И глянем, что это за заказа на столе. Объявлений. Что у нас будет здесь? Что это у нас такое? У нас есть заказы. Заказы это особый запрос на продукты. Каждые три дня появляется новый заказ. Чтобы выполнить заказ, переместите в заказный слот, кликните принять. Хорошо. И заказ на супы. Я его взял. Добавка мёд, добавка крахмал. Понятно. Добавка можжевельник. Понятие. Для меня довольно сложно пока. Выполним. Вот где. Вот где был. Знаем персонал. Для этого мне нужен 6 уровень, к сожалению. И стоит они, я вижу, прям 4 в час. Очень дорого. Я пока не могу себе такую роскошь позволить. На самом деле. Ну ничего. Ничего страшного. Сейчас как-нибудь раскрутимся. Разбогатеем. И в будущем уже, я думаю, сможем нанять какой-то персонал. Хотя бы один, чтобы он автоматического режима все разносил. И в принципе будет, наверное, неплохо. На мой взгляд. А наши людишки здесь кушают. Я хочу пойти посмотреть, мне пришли ли мои заказанные семена. Вот что мне интересно. Дрожжи пришли. А вот семена, да? Давайте возьмем картошечку. И пойдем их радостно сажать. Пока что будем сажать, где бог послал. Потому что... Потому что как-то так оно получилось, к сожалению. Ну ладно. Пусть будет пока так. И в трактире у нас начинается сущий кошмар. Я вижу. Не было у меня все. Секунду. А людей уже набежало. Как будто полдня и отсутствовал. Что ты хочешь? Воды? Каша. Каша. Каша это богоугодное дело. Поэтому я не против. Вода. Каша. Вода. Каша. Каша. Вода. Грязный стол. Угу. Это понятно. Сейчас мы это все организуем. Заведем порядок. Обслужим клиентов дорогих. В будущем нужно будет перестроить колы. Точнее сделать перестановочку небольшую. Переставить их более красивенько. Чтобы это все у нас было. Но я бы еще хотел все-таки заняться производством. Да господи. Дайте мне отойти на минуту. Давайте мы будем закрываться потихонечку. И пойдем сбегаем. Посмотрим на нашу кузню. Потому что уголь у меня появился. Теперь я могу заняться уже чем-то более интересным. Весь уголь мы принесем сюда в жертву. И закажем еще. А. Закончилось. Белезо. Это получается. 2. Это будет. 2. 3. 4. Будет 4 штучки. Потом нужно будет их еще раз переработать. Ладно. Теперь мне не хватает еще. Я вижу. Закажем еще. Некоторых вещей. Здесь нам будет уже хватать. Я вижу. Палок. Но не будет хватать как раз таки. Но не будет хватать досок. Склады. Это интересная вещь. Что нам интересно позволит. Наверное просто позволит складировать. Мое добро. Или же какие-то бафы будет давать помимо этого. Ну пока не сделаем. Не узнаем я думаю. Поэтому потихонечку будем к этому стремиться. Пока что придется заняться не очень хорошим делом. Вырубкой леса. Ну а что поделать. Нам нужно расти. Нужно расширяться. Поэтому придется этим заняться. И кстати напишите пожалуйста в комментариях. Подобные сцены где я занимаюсь добычей ресурсов. Мне лучше пропускать или все таки оставлять. Просто я даже не знаю. Так вам было бы интереснее. Я эту сцену оставлю. Как происходит добыча ресурсов. В этом видео. В следующем видео скорее всего я уже ее уберу. Это будет все за кадром. Мне просто интересно узнать ваше мнение. Которым вы можете поделиться в комментариях под этим видео. Или же перейти по ссылке в комментарии. Или в описании. Там будет ссылочка на мой телеграм канал. Где выходит анонс новых видео. Самые ранние. И где вы можете пойти. И пообщаться со мной или с другими подписчиками напрямую. Получить какой-то интересный совет. Просто приятно провести время. Давайте мы закажем еще железных лесков. Мне нужно как раз 3 штуки. Я вижу. И здесь почти у нас закончилось уже топливо. Ну ладно. Потом я смогу заказать нам кузницу. Мне очень интересно. А не хватает еще таки. Деревяшек. К сожалению. Дрова. Давайте может дрова поколем. Там 30 штук нужно. У меня их делается по 5. То есть 6 штук нужно сделать. То есть полностью вот так. Потом еще разочек. Мне просто интересно это сделать. Посмотреть что это такое. Вообще с чем его едят. И для чего он может в будущем нам. Посредственно пригодиться. Пока что мы продолжим вырубку леса. Если уже. Если еще осталось что рубить конечно. Но я вижу в этой половине игровой карты. Уже все исчерпало себя. В плане древесины. Поэтому мы этим займемся чутка попожей. Теперь мне хватает всего. Кроме как раз таки металлических плит. Мы чуть еще получили очки некоторые. Которые можно будет тратить на что более. Интересненькое о будущем. Печь. Фонтаны. Ловильня. Здесь дистиллятор. Работа с лезвиями. Доспехи. Ковка. Закалка. Освещение. Ну тут много всего интересного на самом деле. Яблоки и груши. Я бы на самом деле разблокировал и посмотрел бы на это. Хлеб. Давайте тоже. Ага. Не хватает мне очков пока что. На хлебушек к сожалению. Но думаю в будущем меня хлебушек порадует. Наверное. Пока мы пойдем и продолжим наше лесничество. Вот здесь еще уголь есть. Еще одна руда угля. Которая я не смогу пропустить мимо своих ушей. Сейчас я ее пойду добывать. Ну после дерева само собой. Порост, росток дуба моего обязательно посадим. Чтобы потом в будущем нам было что еще рубить. Сейчас я здесь все вырублю. А потом что нам делать. Вопрос будет хороший. Скорее всего они рандомно генерируются. Спустя пару дней это кажется. Имею ввиду ростки сами генерируются. А потом растут. Может быть оно и так. Ну это уже совершенно другая история. Сейчас наша цель не изменилась. Глезные листки. Заказываем кузницу. И здесь мы закажем еще чуть-чуть дровов. Дровов. А. И сделаем склад для дров. Поставим его, я так понимаю, где-то будет здесь ставиться. Посредственно. Сейчас посмотрим, доделается. Древняя кружка. Скамеечки. Лавочки. Кошки. Кстати, что делает скворечник я так пока и не понял. Я вот его разместил здесь. Конечно. Но. Пока непонятно, что он дает. Вот дрова появились. Давайте сделаем складик для них. Ну и на этом можно, наверное, покидать данную локацию. И уже перекачевывать в сторону, наверное, кровати. Непосредственно. Ночью открываться не хочу. Хочу проверить наше производство алкоголя. Запустить, так сказать, производственные цепочечки небольшие. Здесь она закончилась, я вижу. Запустить цепочечки. Кинуть пиво, чтобы оно выдерживалось. Давайте добавим, наверное, апельсин. Почему? Когда-нибудь пили пиво с апельсином, а? Нет? Вот в этом и проблема. Вот если бы попили бы, вам понравилось. Наверное. В любом случае мы пока поставим выдерживаться пиво наше. Надо этих бочек поставить побольше в будущем. Чтобы у нас это все делалось очень безостановочно. И, наверное, будет все очень даже неплохо. Здесь я вижу, у нас уже готово. Еще одна партиечка пива. Будем это все производить пока получается. Давайте с горким химелем сделаем. Ради разнообразия. У меня кончилась вода. Впервые, за долгое время, кончилась вода. Это я понимаю. Ну, сейчас пойдем. Наберем воды, проверим посева. Возьмем, наверное, еще семена. Думаю, они еще не пригодятся. Берем воды. Наберем кукурузу. Кукурузку. Сажаем картошечку. Упай, это у нас ароматный химелем. Пахнет. Семена лука-порея. Давайте его сажать. Посадили. Уберем еще тут. Все, что можно собрать. Ты собираешься? Ты собираешься. У вас щекарно. Посадим еще лука. Почему нет? И засадим теперь еще. Где у нас тут была эта штучка? Или я уже ее посадил? Да, вроде все семена уже посажены. Поэтому прекрасно. Здесь опа. Опа, дорогие мои друзья. У нас сейчас появится вообще-то чай. Как вам такое? Не ожидали? А чай появится? Вот у нас семена лука обычного, который я пропустил. Давайте мы еще подзакажем семян. Я, наверное, хочу заказать семена груши. Блин, давай штук пять. Что еще можно заказать такого интересного? Морковочки штук пять. Давайте закажем. Петрушки. Интересно, для чего она здесь нужна? Мята, розмарин. Ну все, позаказываем по чуть-чуть. Тимьянчик. Деньги пока позволяют. Надеюсь, таки в будущем игра позволит нам заниматься непосредственно созданием семян вручную. Потому что я не хочу каждый раз тратить деньги, хоть и небольшие, на заказ этих семян. Не пойми откуда. Но об этом расскажет нам только время. Возможно это или нет. Пока что надо жить с тем, что мы имеем. К сожалению или к счастью. Пойдем посмотрим на нашу кузницу. Она там поживает. Она пойдет, что должна была, закончится. Дрова. Тут у нас кузня должна появиться. И склад дров. Давайте мы склад дров сразу разместим. Вот здесь. Только что не дает, пока непонятно, кстати. Пока мне непонятно. Может быть... Давайте сделаем так. И может быть она сразу туда будет улетать или как. Или это просто как элемент декора был сделан и ничего более. Пока что непонятно. Ну ладно. А кузня ставится у нас вот здесь. А-а-а. Давайте здесь расположим ее. И я теперь могу делать всякие факела. Факел. Небольшой стеллажик. Давайте сделаем для бочек. По 5 бочек. Хранить по 3 бочки удобно. Какие бочки хранить они собираются? Я не понял. Бочки чего? Пока не понимаю. Но, видимо, пока не сделаю. Я и не пойму, о чем речь. В эти мы сделаем железо. Закажем еще палок. Я хочу посмотреть, что это за папел такой. Нужно его будет как раз таки заряжать. В плане заправлять. Или не нужно. Поэтому давайте... О, кстати. Пока я здесь, рядышком. Давайте мы собираем угля. Как можно побольше. И посмотрим. Потом уже с деревом. Уголь добыт. Теперь будем добывать древесинку. Нам дерево не очень-то на самом деле много нужно. Нам нужно всего лишь буквально пару штучек. На одну досочку. Сейчас высадим. Росточек. Потом запустим производство нашего алкоголя. После всего этого. Давайте сделаем доску. Сделаем деревянные столбики. Закажем факел. Ага. И мне интересно еще сделать всякие стеллажи. Посмотреть. Наверное, я бы сделал маленький стеллажик пока что. Но здесь у нас, я вижу, кончилось. То, что могло кончиться. Закажем максимум железа. И листик сразу закажем. Пойдем пока что к нашему... Перегонному кубу, так сказать. И займемся уже здесь производством алкоголя. Закинем чуть-чуть уголька. Будем делать суслом. Будем делать ячими. Касаемо, вот это, кстати, я хотел сделать здесь чай. Давайте сделаем чай с яблочком. Чай с фруктовый чай. Давайте. Сделаем фруктовый чай. Пусть сделается. Пока что пойдем восстановим наш уровень воды. Потому что, я так понимаю, у нас бедра с водой закончились уже непосредственно. Но ничего страшного. Потом вырастет картошечка. Мы сделаем похлебочки. И давайте, кстати, еще посмотрим, есть ли какие-то новые заказы. Травяной чай, рыбный суп, ячменная каша. Это значит, ячменная каша, это довольно реалистично звучит, я вам скажу честно. Давайте мы этим займемся, ячменной кашей. Получим опыт. Давайте сразу посмотрим, могу ли я улучшить что-нибудь. Опыта мне не хватает пока что. Закажем сейчас ячменной каши, просили, да? Давайте закажем ее. Пусть сделается. А мы наш чай отнесем пока что в трактир. Если отделаем. Не понял. Ааа, он в бочку. Вместо воды в бочку у нас будет, да? А можно ли мне здесь в будущем еще одну бочку такую поставить? Красивую. Ммм. Ммм. Интересные вопросы. А если люди не захотят пить, сейчас захотят в воду. Чем я делать? Ладно. Непонятно пока что. Ничего. Ну, мы это как-то постараемся пережить. Мне нужно сколько, кстати? Нужно ставить три штучки хотя бы железа, да? И на этот мне нужно еще две штуки заказать. Две это будет четыре, пять. Ну да, там хватает. Но не хватит мне железа, я вижу. Все. Добро. Поэтому, наверное, я пойду еще поищу железо. Сделаю еще немножечко питочков на будущее, так сказать. Мне интересно сделать еще факел, по всему прочему. Для того, чтобы просто банально посмотреть, как он работает. Здесь не хватает топлива. Или он ставится снаружи, как вот эта штука, да? Это и есть факел. Внутри он не ставится. В любом случае мы сделаем, посмотрим, а там уже в будущем разберемся, я думаю. Как это все работает правильно и грамотно потом, как это все расположить. Ну ладно. Вернемся к нашей цели. Ох ты, господи. Сколько ты всего мне принес? Эти семена на грушу. Как они сажаются? А, они ростками прям, понятно. Значит, будем расчищать поле под них. Значит, возьмем морковку, возьмем травку. Начнем, в первую очередь, с морковочки. И здесь ее так тук-тук-тук-тук, красивенько сделаем. Потом мы возьмем непосредственно того. Где она тут? Эта штучка. Ладно, потом займемся. Воду мы взяли, самое главное. Возьмем здесь еще чеснок. Газой перекинем. У нас готов факел, который мне очень сильно был интересен все это время. Где он тут? И как ты ставишься? Вот чей вопрос. Скорее всего, он ставится реально снаружи. Посмотрим сейчас, как он ставится. Разберемся в любом случае. Подожди. Мы нажимаем на app, а он пытается мне поставить. Вот так. Закажем еще две пластины. Закажем этого. Я постараюсь воткнуть его внутри помещения, но я думаю, мне скажут нет. Да. Здесь он ставится. Он ставится снаружи, поэтому давайте вот здесь мы его расположим. К сожалению, я неразумно потратил ресурсы, но мне было искренне интересно, как это работает. Поэтому я не жалею подобных. И нужно нам, наверное, задуматься о том, где нам сажать все-таки нашу, как его назвать, нашу рощу. Где бы расположить нашу рощу. Наверное, бы я занялся где-то вот здесь, этим моментом. Потому что здесь вроде как неплохой участок. Там вроде они просто ставятся и все. Покосим все по чуть-чуть. То есть растительные волокна, я так понимаю, а мы ими будем потом скот кормить в будущем. В любом случае, давайте сажать груши. Ага, сначала нужно вскопать-то будет. Так просто не посадишь. Понятно. Услажнили задачу, малеха. Ну ничего, посмотрим. Там вроде 6 на 6, ну 2 на 3. Если я правильно все понял. Давайте, нет, 2 на 4. Понятно. А можно его повернуть? Нет, только так, да. Жаль, я бы их вот так поставил бы. Наверное, было бы более красиво, на мой взгляд. И оно не ставится, да. Крядки нужны, к сожалению. Но ничего. Все, вскопали. Ииии... Да. Как раз таки сел хорошо. Здесь мы небольшой отступ сделаем, чтобы ходить можно было между ними. И с обоих сторон сделаем такие чаще. То есть опять у меня 6 получилось, да? Ну сначала тогда мы, думаю, разметим некоторые вещи, а потом уже будем заниматься непосредственно пахиванием этого села добра. Пока просто сделаем засечки такие небольшие. Будет у нас уже такая своя небольшая плодовая ферма. Точнее, роща. И... Идея будет все очень даже неплохо. Вернем. Хотя нет, подожди, все правильно. Там же у нас отступ большой. Я же их не вплотную сажаю. Да? Потому что деревьям нужно, что правильно. Небольшая дистанция для нормального роста. Вплотную сажать, насколько я знаю, это довольно-таки плохо. В плане, что они друг у друга будут запитательные вещества воровать. Но именно прям совсем вплотную. И тогда они будут хуже расти. Это лучше оставлять небольшой такой зазорчик, я думаю. Да и красиво, в принципе, будет. Прям просто это было бы одним таким монолитным строением. А так есть какой-то такой небольшой шар. На мой взгляд. Но в левом случае здесь придется немножко порубить, я вижу. Возможно, что мы прям вплотную к этой медной жиле подойдем, к сожалению. Но не страшно, я думаю. В общем, три. Это будет еще вот так. И вот так. Да, да, да. Здесь он криво встанет, но... А что поделать? Можно сверху будет еще одну вырыть, на самом деле. А у нас вроде как есть запас по месту. Можно вверх чуть-чуть уйти. И посадить его там. У нас три, он там сделает четыре вверху, да? Здесь игра позволяет. Игра позволяет. Здесь к промоу обочины будет первое наше. Первое наше дерево. Плодовое, ягодное. У нас пока что будут только грушки и яблоки. Потом я еще, наверное, в ту сторону расширю до чего-то в другого. Здесь что-то я многовато вырыл. Вроде нормально везде. Ладно. С этим чуть позже разберусь. Пока что нужно делать засечки такие. Лунки, можно сказать. Из дерна. Потом уже непосредственно мы будем пахать. Сажать. Интересно, сколько они растут. Наверное, дня четыре. Пять. Но они хотя бы многолетние, поэтому не придется заниматься постоянным засевом, пересевом всего этого добра. Поэтому в этом месте уже тоже свой плюс определенный, который меня радует. Который меня радует, но вот это дерево меня не радует. Потому что с ними ничего сделать не могу, к сожалению. Стоит, ничего не могу сделать. Возможно, возможно. Оно мне сейчас и не даст посадить. Да, ну вот уже не дает. Ну, здесь одно дерево будет тогда попозже высажено, я так понимаю. Ну, ничего страшного, я думаю. Думаю, ничего такого смертельного. Эх, некрасиво. Потом здесь еще, наверное, дорожку сделаем такую красивенькую. И все будет очень даже неплохо. Пока что это дерево нам мешает сильно жить, к сожалению. Надеюсь, вот этот валун с медью нам не помешает вырыть, как я хочу. Потому что это будет очень печально. Придется как с этим работать в будущее. Ну да, дает, дает. Спасибо тебе, валун, большое. Ты не мешаешься. Вот он, наверное, вправо и в левую сторону мы будем уже развивать. Пермо. Здесь пока пахать смысла не вижу, будем пахать здесь. Как оно плохо работает. А, здесь он не дает, да? Пахать. А-а-а. Кошмар. То есть дерну брать можно, а пахать нет, да? И, конечно же... Да-да-да, я понял. Ладно. Значит, пока по четыре высадим, там разберемся. Но там в будущем разберемся уже. Спасибо человеку за совет в комментариях, потому что можно просто зажать клавишу и идти. Там будет все пахать. Спасибо тебе большое. Ты очень помог мне. Ты объяснил такую простую механику, которую я не знал. Здесь не досажал. И весь день ушел непонятно на что. Это прям печально, конечно. Но без этого, так понимаю, никуда. Потому что игра очень такая медитативная, на самом деле. И позволяет расслабиться, отвлечься. Смотреть, как пиксельный человечек занимается своими пиксельными делами. Поэтому, я думаю, это прекрасно. Вставай. Во, молодец. Хватил. Какая красота получается? Просто не писано. Еще бы там ни было внизу валуна, и вот этого дерева, когда я сразу все посадил по-человечески, и просто цены бы не было тогда. Ты здесь что, ержуешь? Я что-то не понял, подожди. А. Странно. Он здесь не хотел сажать, почему? О, господи. О. Здесь очень-очень недружелюбно сделано попадание по клеткам. То есть, в Тордео Велле было прям очень интуитивно, понятно, и прям вообще приятно было всем этим. Ага, ты тоже не даешь. То есть, у меня даже два дерева посадить аж. Красава. Ладно, давайте сажать, что есть хотя бы. Там мы уже разберемся в будущем. Где у меня, кстати, яблочки? Я их не забрал, так понимаю. Ну ладно. Идти, благо, недалеко. Или я их забрал, но я слепой просто. А реально где они стоят? Стой! А где они? По тебе не вижу. Может я их не заказал? Может у меня денег не хватило? Ну да, скорее всего, денег не хватило. Ладно, пока сделаем так. И хватит. Потом там да расширим. Ничего там страшного нет. Я хотел заказать все-таки. Ага, не хватает еще. Железа. Во всех смыслах железа не хватает. К сожалению. При великому. Хм. Наверное, пойдем еще добудем. Железа. Вот здесь добудем его, я думаю, немножечко. Ну, я думаю, тоже будет в следующей серии все эти проблемы мелкие. А пока мы закончим. Посмотрим, пожевает наше пиво. Наша каша. Выполним квест каши. И будем, наверное, закругляться, я думаю. В этой серии. Так, подожди. А что делать с ароматных? Делать сусло. Сделать это и сделать еще, наверное, тут нужно овощи, мясо, рыба. Патает. Давайте похлебку сделаем. Точнее, каш. Отнесем бородить. Сначала выполним квест. Обязательно. Мне очень интересно его посмотреть. Как он вообще работает. Это квеста ваша система. Я, типа, вот так беру. Ага, вот так делаю. И 28 кс.п. я получил. А куда я их получил? Скажите мне на милость, пожалуйста. Куда я получил? Я могу теперь себя закрыть, допустим, земледелие. Неплохо. Прикольная механика. Но там сильно она завязана, на мой взгляд, на рандоме. В том плане, что если тебе не выпадет правильный рецепт запрос, то ты и не сможешь ничего, по сути, сделать. У меня тут много уже, вижу, всего. Нужно реально больше делать. Этим мы займемся тоже, обязательно. Ну а пока будем заканчивать. Спасибо, что смотрели данную серию. Надеюсь, она вам понравилась. Поветую вам, если это так, если она вам понравилась. Поставить лайк, подписаться на канал, чтобы не просить выхода новых видеороликов. Ну и можете написать что-нибудь интересненькое в комментариях. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. И до встречи в новых сериях.